привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу поделиться с вами очень очень необычным рецептом моим лица и солить мы будем сегодня гольцов к сожалению что это за колец я не знаю купил в магазине написано колец неразделанной цена 129 90 короче стоит килограмм по 100 рублей рыбка не очень больше вытянул сколько стоит у вас для с магазинах интересно узнать по гольцам друзья сразу хочу сейчас много пригорит природе не существует рыбы под названием голец природе не существует рыбы под названием лосось это вид разных кита горбуша семга сима и так далее нерка это все лососи их называют просто лосось гольцами то же самое галец как таковой рыбы конкретно сыгры бы галец не раздел и такой рыбы нет что это за галец конкретно я не знаю гольцы бывают он же мальма арктический галец озер на играть их очень очень много видов и даже ученые до сих пор не знает сколько конкретно видов гольца существует в природе потому что мы от многих много многие молодь лососей похоже на гольца их называют гольцами все эту тему мы закрыли гольцов как таковой рыбы колец природе нет есть галец какой-то ну вот это за гореть конкретно я не знаю откуда она и что магазине купил сейчас делается вообще гольцы это такой активный хищник и хочу предложить вам рецепт такой найти маленькой дикий таежный нам понадобится свежая брусника либо клюква также нам понадобится для засолки не пугайтесь но нам еще нужны будут веточки пихты именно пихты я принес разные веточки вот эта веточка елки ну ель обыкновенная вот эта пихта вот это можжевелла можжевельник три вида похоже да то есть и не но они совершенно все разные и по своим характеристикам и по запаху и по свойству как отличить от елки пихту пихту от елки отличить там кто-то скажется с по иголкам для самый простой способ оптимальный возьмите разводите по лесу 1 схватились елка колючая пихта мягкая пихтой можно париться в бане добавляют клиникам пихтовую веточку офигенный аромат дает все это дело можжевельник пахнет вообще по-другому он не пахнет хвоя там у него свой запах это другая тема пошли где-то в лес нашли пихтовую деревца отбавали пару веточек солить можно таким способом горбушу можно попробовать форель пары ли не знаю но у нас и просто не водится и магазине видов горбуша получается вкусно но это вообще рецепт я придумал именно для гольцов так все с расти она туда и спросит можно ли заменить пихту елкой нам допустим у кого-то елка с нового года на балконе еще сохранилась чем пропадает веточка нормале не друзья елка для этого рецепта не годится нужно именно пихта подописи почему так как в елке у нас смола смолу не едят в пихте у нас масло пихтовая масса слышали наверно в аптеке можно купить даже вины покупают елку на новый год искусственную брызгают вот пихтовое масло она очень полезная очень ароматная все смола нам не нужно нужно именно пихта с пихтовым маслом все резервы на этом заканчиваем приступим к разделке да так ребят рыба как видите мороженое счет еще не совсем отошла сута достал и брусника еще тоже мороженое свежее много мороженое если у вас нету свежие брусники можно купить просто брусничный морс готовый за если готовить брусничный морс и варите для своих детей там брусничный клюквенный морс и буквально вот веточку пихты и бросить туда это будет офигенно ароматный напиток и он намного полезнее и намного вкуснее интереснее будет так рыба часы на кино и ведро с холодной водой что на быстренько мне тошла ягоду сумма микроволновку что на 8 карта его и займемся дальше нашим приготовлением кольца давали рецепт назову малосольный колец на еловых на пихтовых ветках с брусникой а такое будет название разморожен и ни в коем случае не размораживать рыбу микроволновки налитья холодной воды в ведро поставьте через 8 на вас будет это если нам экстренно нужно лучше всего конечно на верхнем полке в холодильнике так друзья пока рыба размораживаться давайте займемся пока нашим соусом в котором будем вы мариновать брусники мерзло было стакан микроволновки оттаяла стала чуть меньше но беремся на стакан потому что я знаю там внизу подавилась высыпаем ее блендер миксер у кого что есть у кого нету там пушку просто возьмите ничего страшного дальше стакан брусники в мерзлом виде ну как и в свежем смесь перцев всякие разные перцы тут черные душистые белые ложку берем больше добру перцев всякие раз сейчас мы растолкем все перцы растолок очень ароматно пошла в бруснику перец пошел в бруснику теперь брусники нам нужно добавить стакан чистой воды вот видите стакан воды пошел просто получается в общем сложности у нас пол литра жидкости должно быть есть туда пол литра жидкости если при обычной засылке мы берем на литр жидкости 6 столовых ложек соли то на пол литра мы берем соответственно 3 как у меня ложка небольшая возьму три сборкой соль и две ложки сахару нормально в тренинг сахар вы возьмете не любите сладкую рыбу она не будет сладко чтобы снега кислая и сахар будет нивелировать маленький слоту берем три соль и три сахара все закрываем и все это дело сейчас забиваем так видите вот такой красивый маринад получился для нашей рыбы его можно попробовать солененько чуть-чуть кислинка бультичный вкус а когда смешается все это дело запахом и при вкусном пихтовое масло надо с полегку горчинку будет очень бомба все маринад готов сейчас все приберу и делимся рыбой раздел как сделать рыба почти оттаяла давайте мы его выясните сейчас то сделаем разделаем как обычного лосося разделывают по спинке на пласт разрезают так она у вас просто лица просто равномерно можно порезать на стейке если хотите как нам удобно принцем друзья несмотря на то что мясо у вольца красная розовая это не лосось это лосось вы готова убираем все лишнее почки убирать очень удобно ложкой всегда об этом говорю не совсем еще оттаялся это очень вкусная будет то рыбачит ловит гольцов сразу сорвали там пару веточек пихты или пихты как все грязи почти нету так наверно давайте друзья отрежем ему голову и хвост а то он у меня не влезет формы целиком было бы конечно посимпатичнее но просто формочка смотрю маленькая вот такую тушку будем солить рыбку после того как мы разделали уже больше не моем сейчас вот возьму тряпочку здесь аккуратненько батрушку она была чистенькая и уже будем ее солить мыть не надо то поплывет все будут сопли слизь так нужно сделка думаю все понятно никаких вопросов не возникла старому зима разделу и продолжить так друзья рыба подготовлена не мыл просто актеры и все готовы теперь смотрите что делаем берем веточку 2 много не надо хвои выложили наблюдите на это только не перепутайте с елкой нужна именно пихта и слез листики лесу красиво 8 пойдем следующую рыбу форму маловато мы сейчас в один свой все зафигачил было бы вообще отлично вы тоже кстати соленые головы хвостики все это вкусненький давать не нужно как раз получилось друзья вот сейчас смотрите вот я все это дело сделал так ты чак часа четыре но у меня постоит я их поменяю местами нижний кусок положу наверх а верхний на низ потому что как бы маловато там получается но ничего все будет нормально просто перевернул час применил верхний час просовет он перевернул через два часа через четыре часа просориться нижней части будет все супер часто затянули и пищевой пленочкой и убираю в холодильник через четыре часа перевернул и солиться будет мне это дело сутки мариноваться ну все оставляем завтра уже будем пробовать значит здорово все угли просто чудо ну что друзья к вас мгновение для меня сутки томительного ожидания наконец прошли давайте посмотрим что получилось союз этот холодильники давай какой запах пошел обалдеть пахнет очень-очень здорово сочетание хвои вот запаха хвои вот это леса и брусники очень хорошие тоже все посолилась нас интересует сейчас рыба да вот такая вот красотуля сейчас этот осуществить надо просто взять и можно промыть можно тряпкой обтереть маринад который нам больше не нужен это все нужно сейчас убрать сейчас я быстро промою и попробуем так ну чё друзья грица я протер хотите помыть я пускай обтер чистенько бы давайте попробуем сейчас отрежем кусочек запах просто офигенный так так и делаем нарезочку сейчас консистенция у рыбки плотная классная но я попробую лучше не очень-очень вкусно абсолютно малосоль на чуть-чуть там что где-то чувствуется но она абсолютно мало 100 чувствуется в привкус хвои вот это вот с легкой кислинкой брусничного сока бед это просто офигенный это другое достойно подаваться в ресторанах заморочек заморочек немного результат просто божественным это супер очень рыба нежная все друзья пробуйте однозначно рекомендую этот рецепт это правда вкусно можно полежать и кусочками вот так вот уложить банку залить массу на на густые довольно таки долго можно баку мага если есть за пока я запакуйте пакет или и такие морозилку тоже будет хорошо хранится вообще просто это надо брать и кушать на бутерброд к сливочным маслом кусочек либо сливочным маслом намазать сладкий чай не думаю получится из горбуши то же самое все не даете гальца попробуйте сделать из горбуши будет не хуже готово сочетание брусники и именно пихты хвоя это пихтового масла дает такой офигенный она не сидит ходишь там прям ёлкой вонять не там просто в послевкусе остается пусничный привкус и далеко-далеко где-то на хухое вкус обволакивают просто шикарно правда это очень вкусно рекомендую все друзья всем кому интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал что-то смотрю по статистике смотрят 75 процентов зрителей смотрят без подписки друзья на чем-то подписаться подпишитесь нажмите колокольчик это бесплатно все друзья колокольчик нажмете он будет приходить уведомлением их новых видео еще интересненько придумаю обязательно но на этом и заканчиваю всем спасибо и всем пока